Всем привет! Идём прогуляться к моему домику, который находится вот по такому мосту. Мост, конечно, супер экстремальный. После шторма в декабре он очень сильно сломался. Камера, наверное, даже не передаёт, насколько он перекошен. Хотя, наверное, передают немножко. Конечно, по нему ходить опасно. Летом мы ходим по речке. В последний раз я была где-то на Новый год. В общем, сейчас посмотрим, что тут да как. Вот здесь ещё более-менее мост. А так страшновато. Местами доски, конечно, вообще гнилые. Люди сами меняют потихоньку. Но так как бывает тут дожди, я видела, даже на велосипедах тут ездили. Что-то несут, что-то везут. И не всегда это очень просто. Вот такое вот экстремальное местечко. Находится в горах. Здесь у меня такой маленький летний домик. Я думаю, что со временем и зимний домик будет. Хотя даже было, что зимой оставалось немножко. Тут опять переходит. Сегодня прям день хождения. Сзади тоже мне идёт папа. Ребёнок мне уже первый перешёл. Сейчас подожду, лучше пропустить. Такой вот красивый вид. Здесь можно купаться летом в реке. Прям очень классное место. Такое. Вот люди прошли. Я пропустила. Сейчас. Вот такой вот мост. Видите. Здесь ещё не самое худшее место. Но зато тут волшебные места. Места силы, природа, водопады. Очень красивые горы. А летом здесь река, конечно, превращается вообще в такой изумрудно-голубого цвета. Становится просто настоящей сказкой. Но в плохую погоду ходить здесь непросто. Такой мост не один. Есть и другие мосты. В общем, кто-то пропускает, кто-то не пропускает. Но тут довольно, действительно, очень сильно начинает шататься мост. Такое вот тут экстремальное хождение. Я даже, честно скажу, боюсь здесь переходить. Потому что кажется, что он не очень опасный. Но здесь очень горизонтально его перекашивают. У меня ребёнок уже по деревьям лазит. Ещё люди. Я сейчас тоже буду переходить. А вот здесь вот самое лучшее место для купания летом. Сейчас буду убирать телефон и переходить. Пришла и мостик. Это было, конечно, экстремально, скажу вам. Настолько сильно раскачивается, что прямо камера убирала. Но это непросто было. Хотя, я говорю, внешне кажется, что эта часть не такая опасная. Но качается она очень сильно. Видите, идёшь и начинает, как качеля, туда-сюда качаться. Ну, в общем, вот такое экстремальное место выбрала я. Здесь я провожу медитацию. Но летом, на самом деле, здесь можно... Не будет такого течения по речке переходить. Буквально воды там по колено. И также, ну, большие машины здесь переезжают. Например, тот же холодильник мне перевозили. Никита, всё нормально? Как ты перешёл речку? Пошёл на речку. Пошли, пошли, да, чтобы затемно. Пошли. Да, правильно, говорит папа. Надо идти, пока не стало темно. Потому что по темноте, по этому мосту... Ну, в общем, такое себе хождение. Так что здесь, друзья, если сюда приехала, уже, как говорится, до лета сиди. Так и есть. А многие здесь так летом и сидят. Вот такое вот сказочное место. Как вам? Видите, какой мост? Так. Вот такая красота. Темнеет быстро. Надо двигаться. А на той стороне у меня родители живут. Я, получается, на этой стороне взяла домик. Сейчас ещё смотрю на той стороне. Ещё тоже дополнительно. Медитацию провожу здесь. Поэтому, друзья... Нет, по мостику пройти можно. Мне когда кадастровики шли, они, конечно, были в шоке. Я говорю, да нормально. Причём кадастровики местные, это я, можно сказать, да, не так давно здесь. А кадастровики-то местные. То у них был шок просто. Ну, всё нормально. Холодильник везли, унитаз. Могу тоже рассказать интересную историю. Ребята на спине, на себе через речку тащили, чтобы установить. Ну, то есть по-разному. Потому что на машине, если вот по этой дороге ехать, сами понимаете, там от унитаза ничего не останется. Машинку тоже стиральную мне привозили, закутывали в тряпочки разные. Ну, в целом, тут есть люди, которые живут. Я пока здесь, так сказать, летом живу, зимой не живу. Иногда приезжаю. Зато установили септик даже ребята, тоже переезжали мне. Есть свет, есть вода. Вот такое тут волшебное место в горах. Зато очень тихо, спокойно. Соседи друг друга знают. В общем-то, такой маленький рай. Маленький рай в горах, да, Никит? Летом, когда я здесь была и поздней осенью, обычно набираешь продуктов, полный рюкзак. Было, что я с ноутбуком шла. Я упала, руки кверху. Все нормально. Ну, я была вся в воде. Ноутбук, он... Ну, то есть, есть некий экстрим. Здесь еще одна дорога. Но так как у меня самый последний, ну, там участок подаль, то там еще есть маленькая речка. Вот здесь вот такие домики небольшие. Есть и большие у кого-то. Ну, всегда красивые сады. Да, там есть та дорога, а мне нравится вот эта дорога. Несмотря на отдаленность всего места, люди успевают как-то здесь ухаживать за всем. Поэтому такое вот местечко волшебное. Есть, конечно, и маленькие, и старенькие домишки. Есть с чего смогли, и с того, как говорится, что принесли. Потому что сюда самая основная проблема. Это нужно принести, привезти, ну, соответственно, через речку. Летом она не пересыхает. Русло меняется. Никита, догоняй! Вот такие вот волшебные горы. Посмотрите. Да, надо поторопиться, потому что действительно мост можно не перейти. Ну, допустим, здесь люди взяли домик. Был старенький. Вот, наверное, назад или чуть меньше. Сделали старые, да, с него, так сказать, облицовку содрались. Потихонечку обделают, обстраивают. В общем, процесс идет. Никита, давай, догоняй. Идем, идем. Я думала, лавровый лист, а это так красиво обросли в юнки разные. Так что вот на таких машинах тут самое лучшее ездить. Если нет такой машины, а у меня такой машины нет, потому что я с механиками не сильно дружу, честно. Ну, конечно, не очень. А тут и женщины на таких машинах ездят. А здесь еще одна речка. Летом она пересыхала, сейчас вот опять она есть. Тут есть еще одна дорога. Вот такой вот небольшой мосток. Ну, вот этот мосток комфортный. Сейчас, если по одному идти. Смотрите, какая красота. А у меня вот участок фактически там вот в горах. Я долго тоже искала такое сказочное место. Но как не очень видно, ладно вот так. Чтобы это было уединение, природа. Ну, в общем-то, на самом деле, все мои места, которые я ищу, это чтобы было место силы, чтобы была хорошая энергетика. Ну, конечно, еще бы хотелось подъездные пути, но это не то место про подъездные пути, скажем так. Это место, видите, вот здесь вот тоже дорога, которую вот мы там видели вначале. На УАЗике или как там, на таких машинах там, на ЛАДе, не знаю, на чем. На советских огромных машинах. Хотя мне, я говорю, септик вообще на большой машине привозили. Это, в общем-то, проедет. А так, такие вот тут красивые ухоженные сады у людей, я говорю, что не перестаю удивляться. Летом все цветет, все красиво. Ну, и здесь хочу сказать, да, когда тоже продавались участки, далеко не дешевые цены, как многие скажут. А, наверное, когда-то, да, когда-то тут очень дешево продавали. Говорят, там, не знаю, сколько, может, 10 лет назад за 200 тысяч можно взять. Сейчас цены наравне, скажем так, с хорошим каким-то тоже участком в хорошем месте. То есть очень большие ценники стоят. и буквально что-то там продавалось, единицы, наверное, то есть не так много. Здесь тоже красивый домик, по-моему, это домик председателя, ой, нет, не председателя. Ну, в общем, лесника, да-да-да, лесничего. Здесь вообще целый такой огромный, как замок. Точно, действительно, видите, как замок. Такой вот дом. Это жасмин, по-моему. Никит, мы идем ко мне в домик. Ну, незачем, просто. Интересный вопрос, зачем? Навестить. Навестить саму себя. Так, иди, не балуйся. Тишина, красота. Птички поют. Не поют, и красота. Как-то я снимала в том году, да, тоже все это место. Еще не знала вообще, буду этот что-то или не буду, да, брать. Сколько уже прошло времени-то. Год, наверное, да. Быстрое время идет. Вот там тоже еще кусочек, так сказать, этого, да, кусочек этой деревни, как я называю. Мы уже почти дошли до моего домика. Вот такой вот красивый вид. Так, мы все, идем и идем. Пока уже не дойдем до моего маленького ранчо. Вот мы почти пришли. Тут прямо возле домика речка. Сейчас посмотрим. Домик на месте, потому что иногда здесь река так весной разливается, что можно подумать, что иногда мысли не уехал ли домик, не уплыл ли. Пока я как бы снаружи ничего не делала. Только снутри немножко там что-то где-то септик поставила прочь. Ну, то есть такое летнее резиденция для отдыха. Думаю, что потом что-нибудь более такое построено. Но, опять же, какие-то фундаменты заливать. Я уже объясняла, многие, наверное, не смотрели выпуск, что здесь вот когда-то, конечно, что-то вот строили. Но это не тот вариант, где надо строить. У нас тут улики даже стоят. Где надо строить капитальное строение. Что-то тут растет, что-то тут цветет, что-то даже мы садили. Папа прям по клумбе пошел. Открывай некий домик. Здесь вот сразу речка. Ключи не потеряй. Вот нарциссы тоже потихонечку. На горы мы, когда с сыном тут тоже оставались, смотрели, что вот там вот где гора, там родители. А мы здесь. Что-то тут случилось с краном. Хотя вода на улице была. Сейчас попробую закрутить его. В общем, что-то. Или его открутили, непонятно. Вот сразу прямо у дома вот такая волшебная речка. Мы ходим к водопадам. Такие чудесные путешествия. Иногда река прям высоко поднимается. Аккуратно, аккуратно. Конечно, еще тут у меня шрути качает. Много всего надо делать. Нет, меня не надо брызгать. Я с телефоном. Здесь есть даже дольмена, но я до них не доходила. Очень много разных волшебных мест. Есть водопады, которые, так сказать, не троп. Но тоже мы с сыном поднимались. И на самый верх я поднималась. В общем, такое сказочное местечко. Мне очень нравится. Да, Никит? Ну, пока оно такое, как говорится. Еще не сильно я успела что-то сделать. В том году я его, так сказать, приобрела. И потом мы просто занимались септиком. Ну, такими вещами, да. Первой необходимости. Чтобы можно было оставаться. Вот такая получилась у нас прогулка. Как я говорю, в горную деревню. Называя. Место силы в горах. Тут очень уникальное, конечно, место. А я пойду, посмотрю, что там внутри. Что в домике, как дела. Тут елочки у меня выросли. Кстати, покажу. Сейчас если найду. Мы тут садили елочки. Зимой я приезжала. Даже, наверное, это было все-таки не декабрь, а январь. Иногда снег тут может лежать, но недолго. Вот елочки пока я не вижу. Вот я вижу одну елочку. Тут много всякого такого, куда можно, конечно, свалиться. Поэтому я ругаюсь, чтобы у меня ребенок не упал, куда не надо. Где-то еще я садила тут три елочки, если я не ошибаюсь. Пока вот нашла септик, все дела. Места, конечно, очень красивые, волшебные. Так что, вижу я еще елочки. Ну, вот хоть одну нашла. Привет, привет. Смотрите, она даже такие почечки дала. Уже переживала, как она, что она. А, ну все правильно. Прямо перед самым Новым годом купила. После Нового года я сюда приезжала. Да, вспомнила. Ну все, дорогие. В общем, пойду гулять. Привет вам вот с таких волшебных мест. Спасибо.